Точно сердце чувствовала, вот так и ждала, что какая-нибудь помеха случится. Однако, совестно ему не показался. А ведь, покажись, пожалуй, простила бы, да само собой простила бы. А ведь, боится меня? Нет, значит, есть ещё в нём совесть, значит, не совсем он ещё испорчен. Господи, Петербург поехал за деньгами, какие у него там деньги, и долго ли он за ними проездит. Пожалуй, целый месяц пройдёт, а в месяц-то мало ли что может случиться. Чего не передумаешь, с ума можно сойти. Этот цветок, этот иммортель, как он очутился в картоне. И не трогала я этого картона, до нынешнего дня не прикасалась к нему. Понять не могу, что это такое. Лавра Миронович Прибытков покорнейше просит сделать ему честь, пожаловать на бал и вечерний стол по случаю помолвки дочери у Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульчином. С Вадимом Григорьевичем Дульчином. Мехёвна, 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 что такое? Кто? Кто был без меня тут? Вот это кто привёз? Лавр Миронович, матушка. Лавр Миронович. На бал и вечерний стол. Да, матушка, очень просили. Очень просили. По случаю помолвки Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульчином. Что ты? Матушка, бог с тобой. Разве другой какой? Нет, Мехёвна, он. Сердце говорит, что он. 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 Мехёвна, Мехёвна, я поеду. Давай шляпку. Я поеду. Зачем, матушка? Зачем ехать? Надо, надо ехать. Я поеду сейчас, Мехёвна. Что ты? Что ты? Не пущу. Не пущу. Да мне видеть его, только в глаза посмотреть. Какие у него глаза-то. В таком-то ты огорчении да со двора ехать. Нет, нет. Ну, захотел он меня обидеть, но бог с ним, но я с него потребую. Я возьму. Ведь как же мне жить-то, Мехёвна? Ведь всё, всё он взял. Флор Федулович, Флор Федулович, горе, горе. Какая неосторожность. Да я разве батюшка знала? Флор Федулович, помогите, помогите. Вам одно остаётся, Юлия Павловна, пренебреть. Конечно, конечно, не надо мне его. Ну, а деньги-то, Флор Федулович, почти всё моё состояние я хочу получить. У него ничего нет. Как нет? У него есть имение большое, богатое, он мне планы показывает. Положительно ничего нет. Я верное известие имею. Было после смерти отца имение, да давным-давно продано и прожито-с. Как? Значит, это был обман? Обман? Всё, всё брошено даром. Успокойтесь, успокойтесь. Я покойна, я покойна. Да неужели же он так бесстыден? Очень доверчиво, пренебречь его следует, пренебречь. Ограблена и убита. Я нищая, обиженная совсем. А за что же они ещё смеются-то надо мной? На свадьбу приглашают. Сероватое платье-то себе заказала. Правду люди говорили, а я не верила. Сероватое платье-то я заказала, я нет, желтоватое. Что это я говорю? А теперь как же две у него невесты? Флор Федулович, надеть под венечное платье и в Лер-де-ранж, да и ехать на бал. Они рядом будут сидеть, взять бокал, советы вам, да любовь. Ну, 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 поцелуйтесь. Нет, нет. Обмарок. И руки похолодели. Доктора! Доктора!